Эмоциональная этапа, она прошла турнир в Токио на Кубке Мира, но, не знаю, посмотрим, смогла ли она морально и физически восстановиться и подготовиться. Ну, первый раз, первый раз у неё по большому счёту вот такая нагрузка. Ну, эмоциональная нагрузка очень огромная, очень огромная, Андрей, конечно, плюс девчонки боролись за лицензии на Кубке Мира, а это определённая, конечно, ответственность. Да, и задачу-то наши девочки выполнили, ещё раз хочу сказать, и Тимошинина, и Кананыхина смогли квалифицироваться и отобраться на Олимпийске. Но хочу заметить, всё равно высокий класс и стабильность показывать нужно всегда. И вот только за счёт наибольшего количества стартов, про стартовки, как говорят, спортсмены набирают опыт. Да-да-да, Юлия Тимошинина, третий прыжок нашей звёздочки, прыжок второго класса из задней стойки, вращение назад, три с половиной оборота и самый сложный прыжок в программе Юлия. Да, и ошибка на входе в воду. На самом деле, чуть-чуть мы тут с Андреем подзамерли, так переживаем, болеем за Юлию. Но на самом деле, Андрей, очень хорошие фазы были в воздухе, отталкивание достаточно хорошее, рано закончила прыжок, чуть-чуть надо было поувереннее, почётче открыться, и здесь были бы совсем другие оценки. А так, сумма за этот прыжок 46,2 балла, 162 балла и 3 десятых по итогам трёх прыжков. И пока только седьмая предварительная позиция у Юлии. Напомню, задача минимум для наших девчонок на сегодня попасться в тюжину сильнейших, в 12 лучших, для того, чтобы квалифицироваться в финал. Финал сегодня вечером. Обязательно смотрите трансляцию на федеральном телеканале Матч ТВ. Так, Андреа Спиндалини. Молодая британка. Она, кстати говоря, выступала так же, как и наши девчонки на Кубке мира в Токио. Ей всего лишь 16 лет. Третий класс. Вспомнил два с половиной сальто с передней стойки, положение в группировке. И отличный прыжок. Супер прыжок. Справляется, справляется. Чуть ли не первый вот такой чистый прыжок от участниц. Ну вот о чём мы и говорили. Она вот чётко открывается. Носочки, хореография красивая. И восьмёрки. Да, но о Британии мы знаем. И Олег уже говорил. Британцы привезли сюда очень сильный, плотный состав. Состав, который будет бороться и с нашей командой, и с Украиной за первое общекомандное место. Вообще в Британии очень любят прыжки в воду и Джек Ло, и Томас Дейли, и девчонки здорово прыгают. Такая прыжковая нация. Ну, конечно, благодаря в том числе и российскому тренеру. Алексей Ивангулов уже долгое-долгое время там работает. Бывший главный тренер сбора. С 12-го года, если я не ошибаюсь. Он является директором команды. Так, винтовой прыжок от Румынки. Николета Анджелик Мускалу. Два с половиной оборота. Полтора винта. Но здесь неудачно. Не хватает высоты, скорости. Это самый трудный прыжок в программе Румынки. Скажется, это трудности 3,2. Итак, ждем турнирную таблицу. И в лидерах у нас Ван Дуэн из Нидерландов на седьмой позиции Юлия Тимошинина. Проигрывая лидеру 20 по 150 баллов. Дуксан 12 место занимает. У Кананыхиной задача минимум, еще раз повторю, в 12-мейших попасть. Да, Андрей, ну здесь не все потеряно. Абсолютно. Даже два прям провальных совсем прыжка было. Это второй, третий раунд. Но там в районе 12 баллов я посмотрел на проигрывание в 12-м месту. А на женской вышке это совсем ничего. На МИБАТКЕ. 407С. Прыжок из задней стойки. Вращение вперед. Три с половиной оборота. 3,2. Концент трудности. Достаточно сложный прыжок для женщин. Не все имеют прыжок в арсенале. А вот итальянка достаточно неплохо справляется с этим прыжком. Нужно далековато от снаряда. Здесь вот немножко не хватило высоты, скорости вращения. Но судьи оценивают 6 баллов 57-60. Да, да, нет такой динамики, не было такой динамики у этого прыжка. Но в целом постаралась Науми его спасти. Забрала с собой брызги. И 219,7. Первая позиция пока в новой выпадке. Итальянка. 62,43. И Мария. Со стойки на руках. Два оборота назад и... Полтора винта. Да. Коэцэ трудность этого прыжка 3,2. Смотри, достаточно зрелищные прыжки винтового класса. Много сальта, много винтов. Да. Мне кажется, интересно смотреть. Очень интересно. Согласен, очень интересно. Мне вообще, в принципе, прыжки со стойки на руках очень нравятся. Они смотрятся с точки зрения телевизионного показа эффектно. Ведь не так просто встать в стойку, зафиксировать ее на несколько секунд. На высоте-то 10 метров. Ну, вот даже вот мы здесь сидим, комментируем. И немножко захватывает дух на самом деле. Ну, 10 метров высота. Стойка на руках девушки. А если вот телезрители смотрели Кубок мира, спортсменки там из Бразилии, по-моему, она вообще боком колесом встает в стойку. Но на десятке просто на край подойти, встать страшно. А здесь уже трюк колесом. Ты помнишь, да, этот элемент? Да, да, да. Ну, конечно. Очень интересно. Итак, Алаис Каланжи из Франции. Тоже прыжок со стойки на руках. И здесь заваливает она этот прыжок. Прям заваливает. По-другому и не скажешь. Очень сильный курбет под вышку. Практически уже полсальта она сделала в курбете. Но здесь невозможно остановить вращение. Сильный переход на всю спину. 4 балла. Очень тяжелый, вообще тяжелый прыжок. Да, здесь важно удержать корпус, остановить вращение. Не получилось в данном случае. И не говоря уже о вертикали при входе в воду. Так, представительница Нидерландов Курхи Прастерник. Прыжок третьего класса. Вращение назад из передней стоки. И далеко, далеко от снаряда. Но спасает прыжок. Ну, в принципе, тут большего сказать нечего. Без особого блеска. 5,5-6 баллов. И Софья Лыскун завалила чемпионка Европы. Третий прыжок. До этого была в лидерах. Давайте посмотрим на психологию этой спортсменки. Татуировка появилась на левой ноге. Татуировка, да. До этого не было. Не было, не было. Софья Лыскуна. В период пандемии, скорее всего. Да. Прыжок второго класса. И задние стоки вращения назад. 2,5 сальто. Слепой вход. Согнувший спрыжок. Два идейка. Все трудности. И вот украинка. После предыдущего неудачного раунда здесь собирается и показывает хороший класс. Ох, режиссер нам подметил. Еще и розочка. Еще одна татуировка. Три татуировки мы насчитали у Софи Лыскун. Ну, вход хороший. 65,25. Да, хороший вход. И, понятно, чуть-чуть слегка реабилитировалась она. После третьего прыжка. И еще одна француженка. Майсам Нажим. Урожанка Алжира, но выступает за Францию. Выполнит точно такой же прыжок, как и Софи Лыскун минуты ранее. Назад и задние стоки. Два с половиной оборота. И две большие разницы. Совсем другой уровень. Абсолютно. Начиная с отталкивания. Ну, честно говоря, Андрей как специалист, как эксперт. Можно дальше уже был прыжок не смотреть. Понятно было, что концовка совсем не получится. Таня Уотсон. Ирландия. 305 С. Прыжок назад. Два с половиной оборота. Достаточно неплохо. Без какого-то там блеска, без изюминки. Но, в принципе, все фазы. Отталкивание, вращение. Хорошее было открытие. Здесь, конечно, носочки немножко на себя были. В положении группировка. Да, но с вами. Да, семерочку сто процентов получит. Ну и сто процентов. Так, друзья, вместе с Олегом Викуловым, заслуженным мастером спорта. Участником Олимпийских игр в Пекине. Блестящим вышечником. Мы продолжаем наш эфир. Чемпион Европы в Будапеште по водным видам спорта. И королевская дисциплина. Десятка у женщин. Это только предварительные запрыги. Мы ждем, ждем сейчас выступления наших. Вот самая основная интрига нашей трансляции. Смогут ли наши девчонки, россиянки, пробиться в финал? Финал состоится сегодня вечером. Там у нас две девочки прыгают. Анна Кононыхина и Юлия Тимошинина. Так, одна сестра Туксона из Норвегии прыгнула. Аня. Да. И сейчас Хелли Туксон. Рассмотрим прыжок шестого класса. Два оборота назад с полутора винтами. Коэффициент трудности этого прыжка 3,2. Кстати говоря, это самый сложный прыжок в программе Хелли Туксона. Ну, в принципе, достаточно технически непростой прыжок. Опять же, два сальта, полтора винта. На, ошибается. Ошибается. Хелли. И Кристина Вассен. Германия. Тот же самый прыжок. В свое время немцы здорово выступали в прыжках в воду, особенно в мужском разряде. Ну, и здесь Патрик Хаусинг, легенда прыжков в воду, выступает на чемпионате Европы неугомонный. Андрей, очередная. Я даже, честно говоря, трудно посчитать, сколько медалей Патрик Хаусинг завоевал на европейских чемпионатах. Вчера опять золото, с трамплина один метр, прыгает команда. В командном там еще бронза была уже здесь. Но, конечно, феноменальный спортсмен. Феноменальный спортсмен. Это точно. 30, сколько ему? 32 года. 89-го года, 32 в марте месяце ему исполнилось. 32 года. Сумасшедший спортсмен, это точно. Дебютировал он на чемпионате Европы 2008-го года и сходу взял золото европейского разлива. Я вот замечу здесь, как раз в паре с Константином Ханбековым мы завоевали на этом же чемпионате в синхроне с вышки бронзу. Тогда вот выиграл как раз Патрик с Сашей Кляйном. Да, я очень хорошо помню этот чемпионат Европы, с Костей хорошо знаком, великолепный он, конечно, мастер и прыжков в воду, да еще и музыкант блестящий. Творческий, да, талантливые люди, талантливый во всем. Да, тоже, тоже воспитанник пензенских прыжков в воду. Глеб у нас прекрасно играет на гитаре. Олег, а у тебя какие увлечения, помимо прыжков в воду? Если Глеб Гальперин, великолепный гитарист, Костя Ханбеков у нас обладает блестящим голосом. Ну, честно говоря, сейчас я больше увлечен как-то в работу, занимаюсь воспитанием ребенка, поэтому основное время свободное, которого не так много, но уходит как-то в этом направлении. Но, как говорится, еще не вечер, может быть, возникнут какие-то скрытые всплывут таланты. Ну и надеемся, что скрытые таланты и внутренние резервы есть у Анны Кононыхиной. Аня после первого раунда лидировала, затем выполнила не слишком удачно два прыжка и четвертый раунд. Да, здесь три с половиной сальта назад. И совсем, совсем расклеилась Аня. Анечка, поддерживаю тебя всем сердцем. Давай, давай, давай. Сейчас надо пятый прыжок выполнить достойно на семерочке семь с половиной и точно пробьется в 12 сильнейших. Здесь входа в воду нет абсолютно, к сожалению. Да, оценки очень низкие. 44,55. Ну, как-то, а не совсем не складывается эта предварительная сессия. Но ничего страшного. Впереди пятый прыжок. Она выполнит прыжок пятого класса, винтовой. Концент от трудности 3,2. И в целом, если мы видим, что по турниру таблицы там не такие большие отрывы в местах с 10 по 19, если, еще раз повторюсь, на своем высоком уровне Кононыхина прыгнет, может быть, семерочки, восьмерочки, у нее будет хорошая сумма, посаженный хороший коэффициент. Конечно, именно вот в этом четвертом раунде коэффициентный был прыжок 3,5 сальта назад. Надо было, конечно, более уверенно делать, хотя бы там 55, 58 получать. Тогда в пятом раунде мы бы уже как-то более спокойно подходили к этой, ко всей расстановке. Итак, Юлия Тимошинина после трех раундов на седьмой позиции. И прыжок Юлии четвертого класса назад. 3,5 оборота вращения. Концент трудности 3,2. Ну, Юлия большая, молодец. Юлечка, браво! И получается, Андрей, получается. Я, конечно, немножко переживал за этот четвертый класс 3,5 сальта вперед и задней стойки, так как на Кубке мира не совсем получался этот элемент у Юлии. А мы на синхроне немножко пропустила вход в воду. Но здесь молодец, справляется. Классно, хорошая группировка вовремя раскрылась. И вертикальный, почти погашенный вход в воду у Юлии Тимошинина. Разом на четвертую позицию Юлия перемещается. Впереди сколько еще в этом раунде? Раз, два, три. Ну, как минимум, седьмую строчку точно сохранит. Ну, у нас дальше прыгают не лидеры. Да, так что, ну, дождемся таблички официально. Не будем забегать вперед. Представительницы Ирландии, британка Спиндолини и румынка Мускалу. Прыгают, в принципе, эти девчонки не должны опережать Юлию. Ирландка довольно-таки неплохо выполняет свой прыжок. Здесь мы видим вертикальный вход, но не совсем погашенный вход. 58. И семнадцатая позиция Андрея Спиндолини. Тринадцатая она была на грани попаду-не попаду в финал. Конечно, если британки, кто-то из британок не пробьется в решающий запрыг. На десятки у женщин это будет сенсацией, разочарование для британских прыжков в воду. Что, в принципе, можно сказать и про сборную России. Но, честно говоря, конечно, была полная уверенность, что Аня должна все-таки попадать в финал. Итак, я очень надеюсь, что Аня сейчас прям вот абстрагируется, несмотря на свою молодость, абстрагируется и сможет подготовить себя психологически к решающему пятому раунду. Британка прибавляет, мы видели. В четвертом раунде она отлично выполнила прыжок. А интересный момент британсского года рождения. Четвертого. Четвертого, да, прошу прощения. И Кононыхина. И Кононыхина. И причем родились девчонки почти в один день. Десятого сентября день рождения у Кононыхиной 2004 года. И одиннадцатого сентября у Спиндолини. То есть совпадение. И очень обе талантливые, перспективные девочки. Так что, если вы хотите, чтобы ваши дети занимались и уверенно прыжками в воду, сентябрь, пожалуйста. В сентябре 2004 года делали сильных спортсменок прыжках в воду. Так, Мускалу отпрыгало. Ждем турнирную таблицу. Нас интересуют россиянки. На четвертой позиции будет Тимошинина. Отставание от Лыскун 8 баллов. Вполне комфортно и достаточно. Я думаю, что Тимошинина проходит дальше. Что касается Кононыхина. На шестнадцатой позиции 192 балла. И 206 у Простерник из Голазии. 14 баллов. 14 баллов. Давайте посмотрим. Да, это прыжки в воду. Это женские прыжки в воду, тем более. Ни в коем случае нельзя опускать сейчас руки. Важнейший момент нашей трансляции. Анна Кононыхина должна попасть в 12 сильнейших. Кстати говоря, ее конкурентка Кюрхия Простерник из Нидерландов в пятом раунде выполнит прыжок в конце турности 2.9. Прыжок пятого класса. А получается два с половиной оборота, один винт. А вот у Кононыхина прыжок в конце трудности на три десятых выше. Поэтому все шансы. Итак, начинается пятый раунд. Предваритель соревнования. Вышка 10 метров. И на уме падки. Итальянка, чемпионка Европы, выполнила свой заключительный прыжок. Но здесь должна на уме вполне в финал проходить и пройдет. Да, 282.70. Такая средняя европейская сумма. Обращу внимание, что и падки, и Сара Ди Марии, две итальянские вышечницы. Такие визуально крепкие. Ну да. Мощно атлетичные. Мощно атлетичные. Больше подходит для прыжков с трамплина. Да, далеко. Очень далеко от трамплины. От вышки. Заговариваюсь уже. Простите. Да, и Андрея вот здесь вот видно. Она глубоко приседает. И очень сильно сваливается плечами назад. Да, да. И согнуты ноги в коленях. Переживаем мы с Олегом, конечно же, за россиянок. Вроде бы, казалось бы, предварительные запрыги. И что тут такого? Ну, постоянно надо быть сконцентрировано. И, казалось бы, да, предварительные запрыги, где какая спортивная интрига. Она присутствует сегодня. Причем до последнего раунда. В пятом раунде сейчас решается все. Да. И тем хороши прыжки в воду. Потому что борьба здесь. Все здесь может перевернуться. Прям в последние прыжки. На одну секунду. Вся турнирная таблица. А вот француженка. Такой уверенный прыжок показывает. Алоис Каланжи. Прыжевская цитата в турнире 2,8. Полтора сальто. Два с половиной винта. Немножко носочки. Не до конца оттянул на входе в воду. Но 63 балла ровный француженка. Да, хорошо. В хорошей борьбе. Да, кстати говоря, Каланжи соперник, соперница нашей Кананыхиной в борьбе за выход в финал. 275 у нее теперь. У Кананыхиной было 192. Ну, многовато. И этот неудачный прыжок представительницы Нидерландов на руку, на руку нашей россиянке. Да, невысокий коэффициент. Да, и видим погрешности. Ноги согнуты. Вход в воду не поставлен. Да, да, да. Оценки. Невысокие даже. 4,5 балла. 251 балл. Для того, чтобы голландку опережать, Кананыхиной нужно набрать в заключительном прыжке 59 баллов, что вполне реально, учитывая высокий коэффициент трудностей. София Лоскун. Украина. Двукратная чемпионка Европы. Андрей, вот если мы заметим весь набор прыжков, который имеет украинка, у нее второй, третий класс с маленьким коэффициентом сложности. То есть там 2,9-2,8. Поэтому, конечно, в финале нужно давать хороший бой. Ну и здесь без блеска допускает ошибки София. Да, но задачу минимум Лоскун выполняет. Выходит в финал, отбирается. Вопрос с каким результатом. Результатом, я думаю, что в первой четверке будет Лоскун точно, как минимум. Сейчас понятно в семерке, 60-20. 297 баллов. 297 баллов. Запротоколируем. И мой сам нажим, Франция. Ну, у этой девочки практически нет никаких шансов пробиться в финал. Напомню, что финал на 10-метровой вышке сегодня состоится. Смотрите прямую трансляцию на Матч ТВ. Вообще такой калейдоскоп спортивных водных событий. У нас, наконец-таки, после зимнего сезона мы заждались и соскучились. Согласен, Андрей. Ой, далеко, далеко от снаряда выполняет прыжок француженка. С терпением ждали мы соревнований. Прям такая отдушина. Честно говоря, очень приятно, что все так складывается. Француженка ошибается, но она как бы на высокие места и не претендовала изначально. Таня Уотсон, Ирландия. Президент на попадание в финал. Напомню, что у нас здесь в предвариловке выступают 19 спортсменок и 12 сильнейших. По итогам пяти прыжков проходят дальше. Да, 407 С. Три с половиной сальто. Вперед, задние стойки. Глопировки. И браво. Честно говоря, даже неожиданно как-то. В пятом финальном прыжке. Такой достаточно сложный для девушек элемент. И практически без брызг. Молодец, Таня. Да, вращение вперед и в задние стоки. И посмотрите, три арбитра восьмерки Таня ставит. Молодец. Это лучший прыжок ирландской девушки в предварительных соревнованиях. 73,60. Я хочу заметить, что, наверное, это самая высокая сумма баллов, набранная всеми девушками в этом предварительном запрыге. Британка Луис Тулсон. Бинтовой прыжок пятого класса. Не ошибается. Достаточно безблеска хоть в этой квалификации прыгают практически все участницы. Надеемся, смогут активизироваться, показать хороший класс в финальных прыжках. Анна Туксен. Норвегия. Тот же самый прыжок. Напомню, что эта спортсменка живет и тренируется в США. По стипендии туда отправилась, учится в университете Луизианы. Но давайте сравним ее прыжок с прыжком Тулсом. Многие, кстати говоря, спортсменки в пятом заключительном раунде в свою программу ставят именно прыжки винтового класса. Ну и здесь тоже не без ошибок. Далеко от снаряда. Под согнутые колени. Вот сейчас после винтов она берет складку. Под согнутые колени. И вот здесь много брызг. Ну что, пока в турнире таблица, ой-ой-ой, аккуратненько здесь не подскользнутся. Кстати говоря, у синхронисток в связи с пандемией, каротином, но вот решили, где на помост выходят синхронистки, раньше был ковер, чтобы не подскользнули спортсменки. Вот сейчас ковер убрали, чтобы там пыль не собиралась и так далее и тому подобное. Вот поэтому нужно очень аккуратно сейчас там ходят девочки. Во время исполнения суши даже вот некоторые спортсменки, мы видели, подскользнулись. Такой достаточно важный момент. Интересный на самом деле. Для телезрителей следует тоже в том числе. Здесь совсем легкий прыжок. Три с половиной сальто с разбега, но группировка. Пока выступают девчонки, которые должны проходить в 12 сильнейших. В целом две девушки из Норвегии на стабильном для себя уровне. Мы выполнили всю программу. По 6-6,5 баллов получали оценки от арбитров. Я продолжаю повторять, что у нас не все потеряно. Абсолютно точно. Боремся до конца. Боремся до конца. Сейчас Вассен, потом Вандуин и Мировска выступают. И буквально через три минуты решающий прыжок Анны Кононыхи. Нужно отбросить все мысли нашей молодой питерской спортсменки. И просто выполнить свою работу так, как она умеет. Кайфануть от прыжка. Согласен. Ну, надеемся. Держим кулачки. Светлана Сергеевна, Леонтьевская, личный тренер Анны Кононыхиной. А вот другая Светлана, тоже светлая голова нашего тренерского цеха, Светлана Борисовна Моисеева. Она главный тренер нашей сборной России по прыжкам в воду. Первый, кстати говоря, главный тренер женщины в истории и советского, и российских прыжков. Добрый души человек. Люблю очень с ней общаться. Постоянно дает всю информацию. Открыт. В общении со средством массовой информации. Молодец вам, Борис. Спасибо ей. Честь и хвала. Да, мы продолжаем смотреть предварительный запрыг у девушек. Десятки. 289 баллов набирает Голландка и выходит на вторую позицию. Да, она где-то, я думаю, даже будет там в лидерах. Ну, в первой шестерке. Сто процентов минимум. Да, Лыс Кун пока у нас в лидерах. 297-25 по итогам пяти прыжков. И Ван Дуин показала второй результат. 289-60. Доминика Мировска. Польша. Новое имя в синхронных прыжках Европы. Да, но здесь совсем, честно говоря, пять раундов. Вот мы видели в этой спортсменке. Совсем сырая программа. Такое ощущение, как будто только-только вот она буквально даже не прыгнула, а сбросилась эти прыжки с 10-метровой вышки. И Анна Кононыхина. 16-й. Аня идет пока по итогам четырех раундов. А нужно попадать в 12 сильнейших. Ее заключительный прыжок. Предварила в Кипр прыжок пятого класса. Катенту и трудности 3.2. И был отец. Хорошо, Аня. Браво, браво. Ну, здесь, конечно, назад. Два с половиной оборота. Полтора винта. Да, есть небольшие погрешности. Чуть-чуть согнуты ноги в коленях. Но самое главное для прыжков в воду с десятки это погашенный вход. Семерки. Хорошо. Один арбитр даже восьмерочку поставил. Но эту оценку вычеркнули. 67.20 за прыжок получает Анна Кононыхина. Сумма сколько? 260.15. Пока предварительная восьмая позиция у россиянки. Андрей, сейчас, на самом деле, такой момент, что все зависит именно не то, что от Ани, а еще многое зависит от конкурентов и спортсменок. То есть здесь мы как бы... Так, впереди еще вот сейчас Вассен и еще четыре спортсменки. Пять спортсменок. Вассен показывает... Вассен показывает четвертый результат. Да, сейчас Юля обойдет. Так, Юля Тимошинина. Четвертая после четвертого раунда. И выполнит точно такой же прыжок, как Аноныхина. Две минуты назад. Сказать, это трудности 3.2. Такая сложная программа у Юли, традиционно. И ошибается. Ошибается, допускает ошибку на входе. Опять же, очень сильный переход. Мы видим уже, какой старт. Юля не справляется с пятым классом, с винтовым. И практически одна и та же ошибка на входе. Переход, чуть расслабленная спина. Так, ну вот не пугайте. Конечно, телевизионщики в Будапеште, графисты, совершают ошибки. Почаще, чем девочки сегодня в прыжках с вышки. Вот опять нам показали неверный титр. Якобы 16-я позиция у Тимошины. Нет. Тимошинина третья. Тимошинина в итоге пока третья. Вслед за голландкой и украинкой. Ну все, вопросов никаких. Тимошинина в финале. Здорово. Теперь Юле надо добавить стабильности выполнение своей программы. Уверенности. И чисто погашенных входов в воду. Этого здесь будет более чем достаточно для самых высоких мест. Двенадцатая. Яра Микинг. Не буду сейчас, хотя уже понимаю, но не буду спешить с выводами, с оценками. Дождемся выполнения двух прыжков. И скажем. Две спортсменки у нас остались в пятом раунде. Андреас Пиндолини из Британии. Дебютантка чемпионатов Европы. Как мы уже сказали, почти все девчонки в старт-листе на пятый заключительный раунд поставили в свою программу именно этот прыжок пиндового класса. Хороший прыжок в Британке. Не совсем получилось. Погасить вход в воду. А так, я думаю, хорошая конкурентка будет и задаст хороший тон в финальных соревнованиях. Молодая Британка. Да, прям здорово. Две Британки прошли дальше. И Туссон, и Спиндолини. Причем Андреас восьмым результатом пробивается в финал. И заключительный прыжок сегодня в предвариловке. Николета Анжелик Мускалу. Румыния. 205б. Здесь. Низкий коэффициент трудности. 2,9. И прыжок выполнен из задней стойки вращения назад. Крайне неудачно. Ну, и здесь у нас Румынка. Ну, она даже и не претендовала на попадание в дюжно сильнейших. В итоге Румынка 19-ка. Турнирную таблицу. Так, Софи Лыскун, понятно, первая. Юлия Тимошинина у нас с третьей позиции проходит дальше. Финал сегодня вечером. И у Юлии есть все шансы для того, чтобы побороться. Сегодня Зазон.